Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный календарь. В понедельник, 19 сентября, Святая Православная Церковь воспоминает чудо Архистратига Михаила в Хоних, а также прославляет чудеса, совершенные Святым Михаилом, Архангелом Небесных Сил, для блага народа Божия в разные времена в разных странах. Также в этот день, в одном из скитов Святогорской Лавры в честь святителя Иоанна Шанхайского, расположенного в селе Адамовка недалеко от Лаврской обители, отмечают второй престольный праздник. Связано это с тем, что престол Нижнего Храма Скита посвящен Архистратигу Михаилу, небесному покровителю святителя Иоанна Сан-Франциского, в святом крещении, нареченного Михаилом. В среду 21 сентября Святая Наша Церковь торжествует событие, которое радость возвестила всей Вселенной. Радость рождения честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим, Всецарицы и Ангелов Превысшей, Невесты Неневестной и Радости Нашей, Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В этот день в Свято-Успенской Святогорской Лавре празднует свой престольный праздник небольшой храм, один из двух престолов которого освящен в честь события, полагающего начало евангельской истории. В храме находятся две чтимые иконы. Список с чудотворной иконы Трая Ручица, по молитвам у которой в 2000 году совершилось чудесное исцеление от болезни рук, и икона благовествующего Архангела Гавриева, чудесно сохранившаяся в годы безбожной власти. В четверг, 22 сентября, на следующий день после празднования Рождества Пресвятой Богородицы, церковь чтит память святых ее родителей, праведных Иоакима и Анны. Также в числе святых, величаемых в этот день, есть особый угодник Божий, украшение и слава церкви его прославившей, святитель Феодосий, архиепископ Черниговский. 120 лет назад, в этот сентябрьский день, произошло сразу три знаменательных события – обретение и перенесение честных мощей, а также канонизация архиепископа Черниговского в лике святых. Святитель Феодосий по праву считается покровителем Черниговщины, но также угодник Божий является покровителем и Святогория. В селе Кармазиновка строится скит Святогорской лавры в честь Черниговского святителя и чудотворца. 22 сентября в обители престольный праздник. Летом 2008 года произошло долгожданное и знаковое событие в жизни Святогорской обители. Церковью были прославлены в лике святых отцы святогорские, подвязавшиеся во святых горах на Донце с 17 по 20 века. Также Священный Синод Украинской Православной Церкви постановил память Собора Святогорских Святых отмечать 24 сентября. Каждый год в Святогории этот день отмечается как особое великое торжество – праздник святости отцов здесь подвязавшихся, святости, засвидетельствованной Церковью. Также в этот день Святогорская обитель молитвенно воспоминает одного из великих святогорцев преподобного Иоанна Стрельцова, исповедника игумена Святогорского. 24 сентября – день его представления ко Господу. В воскресенье 25 сентября Православная Церковь отмечает отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день проходит служба, во многом повторяющая службу в честь самого праздника. Читаются все молитвы и поются все песнопения, которые читались и пелись на службе праздника. В дни отдания праздников Святая Церковь устанавливает воспоминания событий из жизни святых Пресвятой Богородицы или Господа нашего Иисуса Христа для того, чтобы мы укреплялись, назидались и наставлялись в вере Христовой. Воспоминая события Рождества Пресвятой Богородицы от престарелых ее родителей Иоакима и Анны, считавшихся бесплодными, мы прежде всего молим Божию Матерь избавить нас от бесплодия духовного, соделать наши замотаревшие во грехах и суете житейской сердца плодоносными Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова